Всем привет! Это Юрина Тактика, программа, где мы говорим не просто о футболе, а о топовом футболе. На этой неделе нашим командам в Лиге Чемпионов противостояли европейские гранды Бавария, Баруссия, Челси. В итоге 0 очков на 3 клуба из РПЛ. Проиграли и Краснодар, и Локомотив, и Зенит. Все плохо или есть и хорошие новости? Об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Начнем с Лока, самой достойно выступившей команды. Во-первых, они забили Баварии, во-вторых, были близки к ничейному результату. Вот карта ударов обеих команд в этом матче. Слева Бавария, справа Локомотив. И визуально, и статистически практически равенство. Бавария нанесла 19 ударов, Локомотив 15. А по ударам в створ вообще преимущество наших. 6 у Лока, 5 у немцев. Лока и не должен играть в тот атакующий футбол, который от него почему-то продолжают требовать. Зачем? Если подбор игроков в команде Марка Николича соответствует игре вторым номером. Это отлично удавалось Локомотиву в матче с Баварией. Железнодорожники играли по очень простой схеме. Перехват в центре поля, пас вперед на Смолова, Мирончука, Игнатьева или Крыховика. Достаточно большая группа игроков Лока убегала в быстрые контратаки. Другой вариант, абсолютно закономерный. Длинные пасы на Зе Луиша. Зе Луиш – высокорослый игрок. Он выиграл 9 верховых единоборств в этом матче. Это лучший результат в обеих командах. И вообще, видно, что он прокачал свои навыки за сезон в Порту. Работа корпусом, прыжок, выбор позиции, передача под удар. Жаль, только одна из них не стала голевой. Все это у Зе Луиша на высоком уровне. План Николича на игру в целом сработал. Локомотив отдал владение. Процент составил 35 против 65 в пользу Баварии. Кроме того, красно-зеленый компактно оборонялись по схеме 4-3-2-1. Да, снова провалилась опорная зона. Это было хорошо видно в моменте с голом Кимиха, который остался один. Но таковы реалии кадровые, прежде всего, современного Локомотива. Маккеев получил травму на разминке, Баринов надолго выбыл из-за крестов. Бавария индивидуально сильнее. Конечно, она должна была забивать больше, но свои моменты не реализовала. Впрочем, как и Лока. Вот XG-карта этого матча. Локомотив наиграл на 1,7 ожидаемых гола, Бавария на 2,7. Запомните, Николич не физрук, а современный европейский тренер с интересным подходом. Цените его, болельщики Лока. Переходим к Краснодару. Это был матч из серии «Старались, но развалились». Да, у Быков серьезные кадровые потери. По-прежнему мимо Кобыла и Классен. Соответственно, креатив и комбинации финальной третьей поля. Зато вернулись Берг и Олсен, которые отсутствовали в игре 12-го тура РПЛ против «Спартака». Все это накладывает отпечаток на команду Мурада Мусаева. Ей приходится сочетать свои привычные черты с очень нетипичными. Типичные черты Краснодара проявлялись в следующем. Во-первых, в эпизодическом высоком прессинге. К Бергу и Уткину периодически поднимались то Олсен, то Рамирес. И таким образом защитники Челси катали мяч между друг другом или сбивались на длинные передачи. Это не очень хорошая идея, учитывая, что у Краснодара в защите играют высокорослый Мартынович и Кайо, которые могут снять верх. Если Быки не прессинговали, то располагались по схеме 4-4-2, на своей половине поля. Так они действовали и в матче с Реном. Но вот пример высокого прессинга со стороны Быков. Вторая типичная черта Краснодара – попытки выходить из обороны в атаку через центр. Ролька Была, который обычно продвигает мяч, взял на себя Вилена. Он комбинировал то с Олсеном, то с Бергом, который опускался глубже, а то и вовсе с Рамирсом, который периодически поднимался на позицию форварда, преимущественно во втором тайме. Кроме того, был заметен крен на правый фланг в атаке. Там действует Смольников. На этот раз он вновь занял свою привычную позицию правого защитника. Скорость – сильное качество Игоря, которое позволяет ему перемещаться по бровке и таким образом вносить вклад в атаку. Нетипичные черты Краснодара выглядели так. Во-первых, Быки отказались от владения. Да еще как отказались. Процент составил 30 на 70 в пользу Челси. Когда вы еще такое увидите? Во-вторых, точность передач ужасающе низкая. 71% у Краснодара, 88% у Челси. Вот это уже тревожно, потому что показывает уровень наших команд в Еврокубках. Вторая нетипичная черта – атаки в стиле матча Локомотива и Баварии. Схема та же самая. Перехват в центре поля и пас на ход убегающему футболисту. Правда, у Локомотива получилось лучше. Они забили, Краснодар – нет. А почему Краснодар не забил? Все очень просто. В завершающей стадии атаки Быки в основном использовали Кроссы. Кобылая класса на нет, поэтому комбинационизм тоже нет. А Кроссы – так себе идея, учитывая Зума и Рюдигер учился. Почему же такой разгромный счет? Ведь план Мурада Мусаева на игру в целом работал. Все очень просто. У Челси залетело вообще все, что можно. Вот XG-карта этого матча. Краснодар наиграл на 0,7 гола, Челси – на 0,8. Матвей Сафонов допустил результативную ошибку в моменте с первым голом, а в четвертом сыграл не очень удачно. Ну и у Челси индивидуальные исполнители. Они гораздо выше, чем у Краснодара. Ну и, наконец, Зенит. Под матч петербургцев с Боруссией хотелось спать. Кажется, Сергею Симаку тоже хотелось спать на тренерской бровке, потому что оттуда все время слышались подсказки. Быстрее выходите из обороны в атаку. Смотреть на это было больно. Почему хотелось спать? Вот ответ. Вот так располагался Зенит на протяжении большей части этого матча. Все футболисты на своей третьей поле. Цифры подтверждают визуальные впечатления. 70% премии владела мечом Боруссия, 30% Зенит. По ударам 11-4 в пользу немцев. О ужас! Зенит не нанес ни одного удара в створ ворот. В целом, петербуржцы очень медленно выходили из обороны в атаку. Даже пришлось заменить самого Дзюбу. Ну и в итоге накосячили в обороне в самой концовке, потеряв концентрацию. Только посмотрите на это. Это XG карта матча Боруссия, Дортмунд, Зенит. 0-17 ожидаемых гола у Зенита. Еще раз. 0-17. Зенит. Что-то надо делать. Причем не на трансферном рынке, где приобретение-то есть. Только Малком не играет, а Виндел играет не пойми как. Что-то надо делать со своей тактикой. У всех наших команд был похожий план на игру. Сидеть в обороне, убегать в быстрые контратаки. У кого-то почти сработало. Это Локомотив. Они выглядели достойно. У кого-то частично. Это Краснодар. Первый тайм у команды Мурада Мусаева в принципе получился. У кого-то ужасно. И это Зенит. Почему ужасно? Да потому что в атаке не было ничего вообще. Такой уровень российской премьер-лиги сейчас. Это была Юрина Тактика. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии. Не стесняйтесь и пишите. Не будьте такими, как наши команды в Еврокубках. Увидимся на следующей неделе. Пока.